Привет, дорогой друг! 2016 год уже подошел к концу, поэтому нам пора вовсю готовиться к тому, что нас ждет в 2017. И поэтому мы сделали целый ряд материалов, один из которых ты увидишь сегодня. Это двадцатка самых ожидаемых фильмов 2017 года. Поехали! Kingsman 2. Сиквел удачного эксперимента режиссера Мэтью Вона и авторов комикса Марка Миллера. По какой-то причине до сих пор не обзавелся трейлером. Если у фильма все в порядке, то ждать трейлер стоит уже скоро. Во второй части актерский состав пополнится Ченнингом Татумом, Джеффом Бриджесом, Джулианой Мур и Холли Берри. Но Миллер, похоже, к сценарию уже отношения не имеет. Он будет не хуже других. И даже лучше. Убийство в Восточном Экспрессе. Кеннет Бран, знакомый многим по роли Златопуста Локонса в Гарри Поттере, прежде всего режиссер. Помимо первого Тора он поставил множество театральных лент, в том числе по пьесам Шекспира. На этот раз Кеннет решил воскресить еще одну классику – шедевр Агаты Кристи, самую знаменитую из историй Эркюля Пуаро. Сыграет Пуаро Самбрана, а вот пассажиров, подозреваемых им в убийство, играют Джонни Депп, Дайзи Ритли, Мишель Пфайфер, Пенелопа Круз, Майкл Пенья, Джош Гатт и Джуди Денч. По млечному пути. После долгого молчания Кустурица снимает новый полнометражный фильм. Это снова боснийская сказка, основанная на реальности и превращенная в безумную фантазию, фонтанирующую красками, эмоциями и самой жизнью, какой ее умеет показывать только Кустурица. Посреди всего этого Моника Белуч и ее любовник, которого решил сыграть сам Эмир Кустурица. Я сейчас типа в отпуске. Решил отдохнуть ото всех этих приключений со спасением Земли. Счастливое было время. Ну да не суть. Захотелось пожить для себя, так что я отправился в Австралию и подселился к Дарреллу. Привет. Ну, вот так вот. Тор Рагнарек. Вы не поверите, но вполне возможно это будет самый интересный Тор. Да, интересный Тор само по себе звучит довольно глупо, но дайте ему шанс. За франшизу взялся режиссер прекрасной вампирской комедии «Реальные упыри». Такая проблема, вампиры физически не могут войти без приглашения. Пригласите нас в бар, пожалуйста. Пять баксов и на здоровье. Да пригласите нас. Нам нужна свежая кровь. Со стороны Марвел такой выбор – нечто еще более смелое и необъяснимое, чем найм Джеймса Ганна. Тайка Вайтити способен вдохнуть жизнь даже в самую бесполезную из сольных франшиз студии. «Стражи Галактики 2» Первый фильм произвел очень приятное впечатление на нашего кинокритика Александра Трофимова и, как ни странно, не заставил ждать продолжения. «Стражи» выделялись на общем супергеройском фоне и смотрелись вполне свежо, но во второй раз такого эффекта ждать уже не приходится. И все же это будет просто хороший фильм, от которого гарантированно можно получить свою дозу фана. К актерскому составу присоединится Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне. Меч Короля Артура Новый фильм Гая Ричи обращается к еще одной британской легенде, превращая эпос о Короле Артуре в откровенное фэнтези без тормозов. Магия, монстры и потрясающий Джуд Лоу в роли злодея. Еще бы третьего Шерлока наконец снял, сыны бы Гаю Ричи не было. Что ты сделал? Чарльз Мир не тот, что был прежде. Мутанты. Их больше нет. Логан. Последний фильм о Росомахе с Хью Джекманом в главной роли. Трейлер уже сам по себе заставил многих проследиться, поэтому не ждать фильм нельзя. Несмотря на то, что он финальный в трилогии сольных фильмов про Логана, которая началась отвратительно, продолжилась сносно и теперь имеет шансы закончиться грандиозно. Ну или средне. Трейлером с их манипулирующими эмоциями верить нельзя. От оригинального комикса «Старик Логан», легшего в основу истории, в фильме осталось мало. Зато здесь многие видят атмосферу The Last of Us, а Логана и его малолетнего клона Лору сравнивают с героями игры. Подобие постапокалипсиса в любом случае на месте. Логан. Время еще есть. Дюнкерк. Фильм Нолана про операцию «Динамо» по спасению 300 тысяч солдат, блокированных немцами в 40-м году близ города Дюнкерка. Радикальная смена жанра должна пойти Нолану на пользу, не дать крови застояться, принести новые идеи. Однозначно ждем. Его ведь почти видно отсюда. Что? Дом. Закон ночи. Новый фильм, снятый Беном Аффлеком. По поводу его актерских талантов можно спорить, но вот все его режиссерские работы вышли потрясающими. Поэтому фильм про гангстеров в эпоху «Сухого закона» нельзя не ждать. Трейлер выглядит просто сногсшибательно красиво. Я понял. Нарушение чужих – правильное. Не имеет ничего общего со свободой. Нужно быть достаточно сильным, чтобы создавать свои. Лига справедливости, часть первая. Этот фильм станет четвертым в киновселенной DC и вернет франшизу в руки Зака Снайдера после короткого перерыва на чудо-женщину, которое сняла Пейтси Дженгенс. Видео с Комик-кон нельзя назвать полноценным трейлером, но все же нам что-то допоказали. Стало больше шуток и общей бодрости, что ли, но пока не ясно, как дела обстоят с привычными снайдеровскими проблемами. Куча пафоса и красивые кадры в ущерб связности и погружению. Верить хочется, конечно, но, к сожалению, скорее всего, они никуда не денутся. Но фанаты Лигу справедливости на большом экране ждали многие-многие годы, поэтому пойти придется, пусть даже заранее, с зонтиком и в черном, как на похороны. Человек-паук. Возвращение домой. Вышедший недавно трейлер вызывает странные чувства. Вроде и здорово, новый фильм про паучка, а вроде как и непонятно, что вообще смотришь. Как бы то ни было, кто-то будет скучать по версии Уэбби и Гарфилда, кто-то по версии Рэйми и Магуайра, ну а кто-то уже прется с версией Холланда. У фильма однозначно есть все шансы оказаться хорошим, но позиция у него шаткая. Ла-Ла Ленд. Помните одержимость Дэмиана Шазелла? Фильм о барабанщике и его учителе. Так вот, Шазелл снял новый фильм, который еще ближе к традиционному мюзиклу, но он по-прежнему делает больше, чем просто запихивает песни в обычную историю. Он экранизирует саму музыку. Теперь вместе с Райаном Гослингом и Эммой Стоун. Выглядит, конечно, рискован, но зато мы увидим хоть что-то смелое и непривычное. Это просто фантазия. Так и есть. Тут и конфликт, и компромисс. Это очень-очень увлекательно. Кто эта женщина? Она... мой секретарь, сэр. Она очень хороший секретарь. Чудо-женщина. Третий фильм во вселенной DC и первая супергеройская лента новой эры с женским персонажем на обложке. Трейлер выглядит многообещающе, но ведь трейлер и Человек из Сталии на заре справедливости тоже сносили башню, а вот сами фильмы не особо. Будем надеяться, как обычно с фильмами DC, на чудо. Может, хоть в третий раз. Молчание. Новый фильм Скорсезе пришлось ждать очень долго. Да, три года — это обычный срок между режиссерскими работами. Но без Мартина в кино очень пусто, поэтому они кажутся вечностью. Драма о христианских миссионерах в Японии с Эндрю Гарфилдом, Адамом Драйвером и Лиамом Нисоном. Давайте уже быстрее! Сдается мне, наша миссия здесь безотлагательна. Это устройство Анимус. То, что вы увидите и почувствуете, это воспоминания человека, который умер 500 лет назад. То, что вам нужно? Ваше прошлое. Постойте, нет! Кредо-убийцы Долгожданная экранизация игровой серии Assassin's Creed, знакомящая нас с еще одним ассасином и новым временным периодом. Каллум Линч отправляется в Испанию времен Инквизиции, чтобы взглянуть на нее глазами своего предка — Агиллара. После Warcraft, удовлетворившего далеко не всех любителей видеоигр, фильм с Майклом Фассбендером для многих стал последней надеждой на хорошую экранизацию видеоигры. Если и он провалится, будущее жанра погрузится во мрак. Темная башня Культовое произведение Стивена Кинга добралось до экранов только сейчас по простой причине. Оно огромное и крайне сложное. Как его вообще экранизировать, абсолютно непонятно, но, видимо, способ все же нашли. Главного героя играет Идрис Эльба, что у многих вызвало вопросы, а Человека в черном — Мэтью МакКонахи. Звездные войны эпизод 8 В конце 2016 года, уже прошедшего, мы посмотрели «Изгой-1», а вот и само продолжение саги «Уже не за горами». Мы узнаем ответы на некоторые важные вопросы, ну, если повезет, конечно, по поводу родителей Рэй и отшельничества Люка. Валериан и город тысячи планет Странным образом, Валериан стал для Трофимова самым интригующим фильмом будущего года. Трейлер заставил его поверить, что Бессона, наконец, удалось вернуться к масштабности пятого элемента и вылезти из череды всяческих Люси. Ты не в моем вкусе. Оригинальный комикс он не читал, но все же верит, что фильм сможет оказаться очень волнующим и захватывающим путешествием в новые миры, которые ощущаются именно как миры, а не как пустая груда графики. Ты первая в своем роде, но помни, что не бессмертная. В следующий раз усовершенствуй меня. Призрак в доспехах. Для многих голливудская экранизация классического аниме станет одним из самых ожидаемых фильмов года. Ждем мы ее до сих пор настороженно. Не превратит ли Америка шедевр Мамору в тупой боевик? Да и Скарлетт Йоханссон в роли Кусанаги устраивает далеко не всех. Идея смешать сюжеты и злодеев из полнометражек и сериалов в один фильм тоже спорная, но все же надежда есть. Трейлеры выглядят весьма неплохо. Ждем. Ну и наконец, «Бегущие по лезвию 2049». Не верится, что и этот культовый фильм, шедевр киберпанка и его краеугольный камень, сформировавший многие ключевые образы жанра, получит сиквел. И снимает все это Дэнни Вильнев. Более достойного и подходящего постановщика вряд ли можно было найти. Так же, как Блом Кампена, роль продолжателя франшизы «Чужого». В сиквеле снимутся Джаред Лето, Маккензи Дэвис, Райан Гослинг, Робин Райт и, конечно, Харрисон Форд. Когда-то я делал твою работу и делал ее хорошо. Времена меняются. Вот такой вот топ от сайта Канобу.ру. Дорогой друг, если здесь нет фильма, который ты очень сильно ждешь в этом году, обязательно напиши его в комментариях и, желательно, напиши почему, чтобы мы точно знали, что что-то могли упустить и за этим обязательно надо следить. А после комментария подпишись на канал, если вдруг не подписаны, потому что, ну, ты же классный чувак, классные чуваки подписываются на этот канал. И до встречи на том же самом сайте. Субтитры сделал DimaTorzok